всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду недавно сидел в очереди в одном заведении или стал журнальчик и попалась мне там статья 10 лучших тапасов к пиву естественно сразу заинтересовался там были естественно стандартные маринованные анчоусы на мой взгляд пиву совершенно не катят там была потата с бравос это картошка во фритюре маленькими кусочками подаваемые с острым соусом называется сальса браво соус смелых пораз показывал на канале но там были стандартные креветки пельпель тоже показывал короче из 10 вариантов там было три или четыре которые не надо готовить ну типа хамон типа сыр такие вот а среди остальных попался один рецепт который не то что никогда не пробовал я даже ни разу не встречал в тапас барах возможно потому что рецепт типичен для андалусии если бы точно даже для кадиса то есть на атлантического бережья испании а я живу на средиземке почти на 700 километров восточнее поэтому загорелся попробовать что же это за тапас такой который входит в десятку лучших и так встречайте сегодня на канале альбон дэвэс дэчокко и гамбас что в переводе означает как фрикадельки скорее тефтели из каракатицы и креветок вообще-то на испанском каракатица сепия а чокко это шоколад ну видимо это в кадисе такой местный диалект что они каракатицу шоколадом называют маленькое отступление в россии каракатицы продают замороженный виде например в метро кэшнкерри это такой же головоногий как кальмар но в отличие от кальмара ее чтобы она стала мягкой нужно варить минут 25-30 или жарить или тушить у кальмара уже ситуация другая если он крупный то его нужно варить либо меньше пяти минут либо уже больше получаса тогда они станут мягкими это к чему виду что если захотите то каракатицу можно заменить кальмаром и так мне понадобятся каракатица сырые креветки не смотрите на цвет это сырые просто сорт такой петрушка панировочные сухари куриный бульон мутный такой потому что он с овощами варился лук чеснок яйцо молоко хлеб белый оливковое масло соль перец так еще белое сухое вино немного и мука для панировки значит мука вино лук там соль перец я пока отложу в сторонку а вот всем остальным займусь хлеб на размочить в молоке каракатицу нарезать для мясорубки а вот креветки через мясорубку лучше не пропускать нарежу их просто мелкими кусочками к мясорубке и много приправить перца в солью и можно вымешивать без фанатизма панировочные сухари добавляйте в зависимости от жидкости вашего фарша он должен стать липкий поэтому точное количество точную пропорцию добавки панировочных сухарей я в рецепте не указываю у всех влажность разная а теперь надо налепить шариков сейчас их слегка подрумяните в фритюре температура масла должна быть 170 180 градусов доводить до готовности не надо и еще в бульоне потом тушится так процесс идет в сковороде пока подготовлю соус в котором потом эти альбонегаса будут тушиться лук уже подрумянился значит немного черного перца и вино белое сухое жду пару минут чтобы алкоголь выпарился отлично пора добавлять бульон он такой мутный потому что я готовлю из куриных запчастей с добавлением различных корешков вообще удобная штука я когда курицу разделывают о конце крыльев хребет кости перекладываю морозилку когда время появляется готовлю либо красный концентрированный бульон сейчас покажу так где он у меня здесь вот у меня очередная портсайка готова такой концентрат придает соусу вкус жареного мяса либо белый бульон готовлю но он у меня расходуется гораздо быстрее поэтому я с выпариванием не заморачиваюсь замораживаю прям так полиэтиленом в пакетах а когда нужда в нем возникает размораживаю в микроволновке растапливаю в микроволновке удобно между тем соус уже булькает пора сюда альбонегас отправлять все теперь им тушится под крышкой минут 25-30 ждем очень интересно действительно ли этот тапос достойно казаться в десятке лучших закусок для пива так ну по запаху это нечто среднее между котлетами из кальмаров и и гренкой почему-то знаете почему гренка потому что достаточно большое количество сухарной крошки ну и хлеба здесь то есть это котлета чуть ли не наверное не на треть состоит из хлебных рож экономные так пробуем это закуска это нормальная закуска такой рыбный вкус чеснок перец чувствуется очень хорошо соус здесь так сказать смазывать все это дело но сказать что я признал эту закуску прям вот достойный в десятку войти наверное нет есть гораздо более интересные закуски хотя с другой стороны если с пивом вместе кстати знаете вот это пиво не буду говорить какое ладно вот покажу так пельком все написано что оно готовится с морской водой действительно такой легкий солоноватый прикус присутствует в пиве и в качестве таких наиболее часто распространенных в Испании пив легких таких светлых которые в жару очень хорошо пьются вот это очень даже неплохое будете в Испании посмотрите вот такую с голубой этикеточкой найдете я думаю что касается закусок это даже та самая патата с бравос и то мне кажется поинтереснее будет чем вот такие вот альбунгексы или мясные просто мясные альбунгексы то есть мясные фрикадель мясные тефтели с острым соусом тоже будут хороши здесь все таки для того чтобы крупномолотого вот этого морского гада слепить слишком большое количество хлебных крошек может быть если делать какую-то другую связку чтобы было более рыбно менее хлебно это было бы интереснее может у меня руки крюки я такой недоповар ну а с другой стороны неплохо в качестве разнообразной как одну единственную нет конечно так если весь стол заставить разными тапусами это тоже будет вполне интересно на этом позвольте закончить напоминаю промокод фреско позвольте вам сэкономить на ножах самура пользуйтесь они мне кстати очень нравятся надеюсь понравится и вам спасибо за компанию всем пока я может ничего ну рыба многовато вот вот Продолжение следует...